здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад сегодня по плану у меня пересадка рассады кабачков и огурцов но тоже еще пока не в грунт а в такие переносные ящики например это тут будут расти кабачки огурцы буду пересаживать в пакеты которые стоят в теплице но все это вам сейчас поподробно покажу главное для моей рассады подготовить места достойные что называется вот кабачки практика практикую такую посадку 2 всего год но в том году результат очень был великолепный в начале июня мы ели уже свои кабачки конечно кто-то скажет что продаются в магазине но свои есть свои экологически чистые и так далее и тому подобное вот смотрите в чем здесь нюанс ну рассаду кабачков я показывала как выращиваю сейчас для вот таких ранних кабачков беру ящик но высокий вот этот ящик наверное прямо знаете специальном берегу он наверное сантиметров 25 высоту вот такой и оборачиваю этот ящик пленкой но не внаружи как мы обычно привыкли это делать вернее не внутри а снаружи для чего это делается пока холодно эти ящики стоят в теплице и вот этого объема земли кабачкам хватает прямо зацвести и даже первые плоды сделать но потом когда настанет устойчивое тепло без заморозков без всего я эти ящики выношу в огород копаю яму и мне очень легко снять вот этот полиэтилен снаружи а здесь все будут корни я выкапываю яму и этот ящик вставляю прямо в эту яму и кабачки продолжают расти как ни в чем и не бывало и плодоносит еще все лето вот такая система и так сейчас покажу как сделаю вот эти ящики вот такие получились у меня сооружения в прошлом году и таким образом сажала два кабачка в этом уже ведь охотка пришла буду высаживать четыре кабачка по два кабачка в такой ящик ну а земли здесь выйдет примерно два ведра наполняю сейчас с грунтом грунт у меня это земля перегной торф все вместе перегночка побольше и как только земля там потеплеет я прям занесу в светелку на ночь чтобы земля была теплая потому что погода дорогие друзья очень холодная очень и покажу вам как я все туда посажу и вот моя рассада кабачков здесь два сорта билет два кабачка сорта к вилле и два кабачка сорта золотистый конечно они уже перерастают но из-за того что вот холода такие стоят и стоят я бы давно уже высадила поэтому немножко потянутый но это тоже ничего страшного я уже много раз здесь из пазух просто снимала все цветочки но в основном это первые идут пустоцвет и потом пойдут уже с кабачками он там нет тоже пустоцвет то есть пока из пазух все удаляю все выщипываю вот а теперь тем более пересадка будет и теперь все земля погрелась и я еще заносила землю в светелку чтобы тепленько зарыть и сейчас буду их переваливать вот здесь теплицы видите сегодня хоть на улице холодно но выглянуло солнышко а даже один лучик солнца очень хорошо нагревает землю он не землю вообще воздух теплицы сразу же тепло и вот так у меня здесь пойдут два кабачка вот видите два кабачка встанут хорошо очень в ящик ну и другой ящик тоже поставлю два кабачка вон они уже корешки здесь прямо на стебельке просятся дайте больше нам кушать так ну сейчас покажу как я это делаю как говорила вам раньше почему сажаю вот в этих штучках из подложки делаю стаканчик ведь я разрезала и у меня вот просто поставила разрезала и снимаю аккуратно у меня никто корневая ни один корешок не пострадает вот сколько корневой богатой и теперь очень аккуратно зарываю это все землей вот земля земля здесь и навоз и перегной торф то есть очень рыхлая и питательная постепенно вот вокруг и буду буду зарывать вот так вот посадила пролью сейчас теплой водичкой и еще разведу привикур чуть попозже вам покажу когда буду высаживать огурцы по такому же способу ну вот еще два не будет у меня 4 кабачка в принципе если хорошо плодоносит больше можно вообще ничего не сажать но я буду еще посажу несколько таких и новых сортов это уже в грунт ну целое ведро ушло земли вот сюда даже можно еще и больше понимаете сколько будет много им питания поэтому они развиваются в таких ящиках очень хорошо ну и второй этапом второй этап высадка рассады огурцов огурцы тоже также перерастают обычно я что делаю я из вот этих стаканчиков такие же только больше делаю честно говоря ну вот тут и поездка к маме и я проворонила этот момент а посмотрите как они хотят как они хотят скорее больше грунта это зазули огурцы на раннее потребление огурцы которые потом пойдут и на еду там на заготовки на все прочее я еще не сеяла но на днях буду сеять стаканчики как я выращиваю об этом тоже уже много роликов и так я делаю уже не первый год с осени я поставила большие вот такие вот пакеты для мусора набила листвой таким навозом сверху земли и вот у меня так получилось посмотрите насколько они сели они были высотой наверное больше метра а за зиму сейчас я вот так стану к посмотрите за зиму как это все уселось то есть там идут такие процессы перегнивательные образно говоря вон тут все перегнивает по своему опыту знаю что часто бывают корневые гнили вот очень холодно на улице поэтому земля вот здесь черных мешках давным-давно теплица с подогревом но все равно холодная поэтому я туда вглубь ничего зарывать не буду огурцы мало того пролью привикуром для того чтобы не было именно корневой гнили здесь я как сделала вот теплица видите та часть теплицы 4 метра висит инфракрасный обогреватель который в принципе работает ну вот именно на этот объем а здесь уже вторая часть теплицы и у меня здесь шторки из полиэтилена вот так сделаны и на на ночь я закрываю но для того чтобы все-таки хватало туда тепла и вот здесь у меня как в предбайнике томаты будут и огурцы специально так сделала сегодня было минус три и конечно если бы не обогреватель теплицы было бы очень холодно рабочая обстановка я извиняюсь дорогие друзья кому не нравится такой бардак самой не нравится но пока идет процесс реализации всей рассады и пока идет расстановка рассадка своей рассады пока такой бардак будет ну что по образу и подобию здесь растут томаты как я их высаживала я вам показывала все все прижилось сильно подросло это батяня лирика и любаша кто-то только начинает вот свести видите как они подросли совсем были такие маленькие можно сказать даже какие-то хелятики как я называю ну вот хорошо все он как подросли а любаша так и здесь уже и плоды охоте не очень крупные ну первые начинают зреть вот мне это хочется чтобы они еще ну вот они дали еще пасынки ну чтобы дальше продолжали расти они закончили свой процесс роста на этих томатах так что все нормально поэтому также и с этой стороны будут огурцы все как с кабачками вот так поставила огурцы здесь будет в этом пакете два огурца ну достаточно большой объем земли хочу сказать что в пакете дна нет поэтому если корни дорастут до земли здесь то земля ведь поэтому они уйдут и туда если здесь им будет мало пакетах дно отрезано вот так вот расставляю по два кабачка и также засыпаю теплой землей вот у меня здесь в мешке земля и кроме того буду добавлять вот такой вот верми композ биогумус хоть здесь и много вкусноты но вкусноту они почувствуют чуть попозже чуть-чуть ну буквально там допустим горсть биогумуса этого вот здесь на два огурца ну и туда два огурца потом поставлю дуги вот так же как здесь видите здесь стоят дуги и я могу укрыть и так укрываю все таки на ночь свои томаты как только будет тепло конечно все это откроется им будет и больше света воздуха ну а пока пока очень холодно приходится вот так но все равно видно что все укоренилась ведь почему я говорю что также вот точно так же в бочонках в пакетах которые без дна стоят и вот так просто поставила сюда можно еще и земли досыпать чтоб корневую дали и вот в таких бочечках в этих ведрах без на ну кому интересно видео но ролик прикреплю ссылку на ролик прикреплю и вы все увидите но видно что томаты живые здоровые не хлорозные никакие начала про огурцы показываю томаты ну и так высаживаем ну дорогие друзья смотрите разрезала вытащила вот просто посмотрите какая корневая огурцы вообще уж одни из самых самых овощей которые не любят чтобы им трогали корни даже вот не прикасаюсь вот сколько корней и вот такие стоят у меня стаканчики никак не потревожила что бывает трудно вытащить их из каких-то ведерок не сломав ботву а это ведь самое такое страшное вот здесь уже два посадила поставлю сейчас палочки и подвяжу после посадки дорогие друзья вот сюда пролила между огурцами видите как между огурцами пролила препаратом quick link ну для того чтобы вот вам уж много раз показываю да у ирина кормили цены покупала для того чтобы снять стресс от пересадки чтобы корни быстрее стали нарастать и мало ли какие все равно повреждения прошли препараты этому способствует ну а сейчас такой препарат тоже купила у ирины кормили цены об этом тоже вам уже говорю это бау бауэр garden ну препарат иностранный но второй год буду пользоваться и в принципе он действительно спасает от этих болезней поэтому это всегда почему вам говорю потому что выгодно когда все вместе вы вот продумали свой план и все купили то что нужно они сейчас побежали искать где и что продается так что у ирины по моему сейчас есть потому что мы с девчонками заказывали ну а про свою любимую пипетку тоже не устаю вам рассказ но вот как отсюда ну шприцом кто-то пользуется я пипеткой мне надо 3 миллилитра а вот здесь как раз она 3 миллилитра на 2 литра вот пипетку туда сунул в эту ампулку и замечательно а вот тут 20 в этой ампуле ну и жалко препарат не дешевый я знаете пластилином здесь вот так делаю закупориваю ну чтобы не испарялась мало ли не портилось и убираю до следующего применения ну уж очень вам подробно все показываю ну так просили вот смотрите вокруг каждого кустика я пролила все привикуром ну и теперь вот просто легким торфом замульчирую ну вот так и найдите мои огурцы ну то есть закрываю их сейчас пока тонким спонбондом кусочком потому что даже солнечные лучи сейчас в момент приживания не очень то нужны и так растение ослабленное сразу огурцы же привянут поэтому даже днем тонким спонбондом номер 17 ну а на ночь будут морозы еще более сильнее укрываю вот потом постепенно как увидим что они прижились что-то еще попало тут тогда и будем приоткрывать какой-то клематис попал вот так там они будут теперь жить ну и будем с вами наблюдать вот такие дорогие друзья у меня посадки ранних огурцов ранних кабачков все-таки хочется и в как правило мы очень рано начинаем эти овощи кушать желаю вам тоже чтобы ваши все посадки приживались хорошо не огорчали всего всем доброго вы были на канале у светланы лоди сад подписывайтесь на мой канал ну чтобы рано-рано кушать помидоры и огурцы всего всем доброго самое главное крепкого здоровья и и и и Продолжение следует...